Я с огромным удовольствием и уважением приглашаю на эту сцену следующего гостя. Николай Прянишников, генеральный директор компании World Class. Добрый день, Николай. Передаю вам управление. Спасибо. Дорогие друзья, коллеги, партнеры, приятно всех видеть. Как вообще настроение? Конференция отличная, мне кажется здорово. Хотел бы включиться в дискуссию и с удовольствием поговорю о трех интересных темах. На мой взгляд это лидерство, мотивация, ну и конечно новые технологии. Вообще рад приветствовать здесь технологических лидеров, потому что знаю, что большинство из вас занимаются технологиями. Это здорово. Первый вопрос может быть к вам про лидерство. Вообще лидерство. Что на ваш взгляд отличает лидера, какой должен быть лидер? Я хочу рассказать свою историю, но может быть первые ваши какие-то комментарии, мнения. Лидер это кто? Чем отличается лидер? Пособность принимать решения, блестящая, организованность, четкость, да, тут можно говорить о тайм-менеджменте с помощью новых технологий, хорошее еще что-то, брать ответственность на себя и ставить цели, прекрасно, видень, умение делегировать, блестящее, да, хорошее, вести за собой, супер. То есть на самом деле очень правильные были комментарии, если собрать все вместе, то действительно уже рисуется хороший такой портрет лидерства. Я расскажу про свои истории. Первая моя история лидерства была в телекоммуникациях. Я пришел в телеком на позицию торгового представителя, написал объявление в газете, стал торговым представителем, продавал первые сотовые телефоны. Никто не хотел их тогда покупать, никто еле убеждал. Ну и вот дальше рос по карьерной линии, стал маленьким менеджером, директором по маркетинговым продажам. Ну и вот одна из таких ключевых ролей у меня был генеральный директор Билайна вначале по регионам, а потом и по России. И когда мы открывали, начинали развивать Билайн, Билайн был относительно маленьким тогда оператором. Мы работали только в Москве, в регионах нас тогда не было, нам позже выдали лицензии. Ну и вот стояла задача выйти на более серьезные позиции. И вот мне приятно вспомнить эти времена, когда мы буквально за несколько лет построили сети по всей стране. Я помню, мы работали только в Москве, а потом я летел на Дальний Восток, и прямо такое приятное чувство, что летишь и все время пролетаешь над сетью Билайн. То есть мы построили сети по всей стране и шаг за шагом выходили на рынок, догоняя наших конкурентов, которыми тогда был МТС в большинстве регионов. МТС вышли раньше на рынок, ну и там на северо-западе хорошо присутствовал мегафон. Вот если мы посмотрим на нашу динамику по доходам, в принципе это был супер успех. Фактически, когда я пришел в Билайн, мы зарабатывали 100 миллионов долларов в год. Когда я уходил, мы зарабатывали 8 миллиардов. То есть это действительно такой феноменальный рост. Вот буквально 2004-2006 года, как мы росли. С квартального оборота 200 миллионов долларов до 800. Или мы можем посмотреть на динамику доли рынка. Это тоже интересная динамика, потому что тогда мы ставили задачи догонять наших конкурентов, расти. И вот можно посмотреть, как это удалось, потому что по доле рынка тогда с маленького игрока в регионах мы превратились в лидирующего игрока. Ну и обошли наших любимых конкурентов. Тогда у нас было и больше доли рынка по абонентам, и по доходам. Как это получилось? За счет чего нам удалось это сделать? Несколько принципов, которые я для себя вывел, использовал, ну и с удовольствием с ними делюсь. Первый принцип – это решительность. Вот, кстати, Грек, вы хорошо сказали, одна из важных категорий. Первый все-таки принцип, я скажу, это ориентация на результат. Вот один из первых моих принципов с самого начала, он был, я его называю еще правильной ориентацией, именно на результат. Ты все время помнишь, знаешь свои цели, ты их четко определяешь, и ты в своей работе нацеливаешься на достижение результата. Этому, кстати говоря, помогают достаточно напряженные цели. Вот вы сказали про достижение целей. Всегда надо ставить цели максимальные. То есть я считал всегда, что хороший менеджер ставит перед собой очень напряженные цели, идет к ним, иногда даже выкладывается на 100-150% и достигает 99%. Это лучше, чем поставить перед собой слабую цель и еле-еле там может быть ее выполнить. Второе, второй принцип, который я для себя вывел, это как раз принцип решительности. Абсолютно было правильно сказано. Умение принять решение, действовать, не откладывать на потом какие-то серьезные вопросы, это очень важно. Раскрою вам секрет. Я знаком с менеджментом в разных странах. Вот работал в мультинациональной компании Microsoft, об этом тоже скажу. В России решительность еще особенно важна. То есть тут у нас люди, если руководители не принимают решения, не работают. То есть будут находить кучу отговорок, сильная рука. В России, особенно, к сожалению, в управлении нашей большой, в нашей большой стране, люди в разных регионах, нужна решительность. Наконец, очень важным принципом является мотивация. Об этом тоже поговорим. Но вот эта мотивация глубинная, знать, как чувствуют себя твои сотрудники, чем они живут и мотивированы ли на достижения, это очень важно. Ну и наконец, тот вывод, который я для себя еще тогда сделал, это, конечно, что в первую очередь важна команда. Чем выше ты поднимаешься, чем больше у тебя бизнес, все решают твои люди. Назначил правильных людей, мотивировал их, они сами все сделаешь. Сам по-хорошему, естественно, такого тоже не бывает, когда лидер спокойно отдыхает и не работает. Но по-хорошему, ты можешь работать меньше, за тебя сделает все твоя команда, если ты умеешь правильно команду управлять. Поговорим про новые технологии. Друзья, вы явно технологические лидеры и явно занимаетесь. В чем преимущество, в чем и гроза новых технологий? Кстати, за лучшие ответы карточки ворд-класс бесплатные, тренировки с харизматическим тренером или тренершей на выбор. Так, сокращение рабочих мест, точно. Надеюсь, нас не слышат руководцы Пенсионного фонда России. Что-что? Автоматизация, сокращение рабочих мест. Надо постоянно учиться. Выход на новые рынки. Повышение эффективности. Супер. Очень здорово. Говорю со своей стороны, но некоторые тоже такие выводы, применения, которые я для себя сделал. Ну и в общем-то все созвучно, но немножко со своими акцентами. Первое – это эффективность бизнеса. Новые технологии дают нам колоссальную возможность повышения эффективности бизнеса. Сейчас в какой-то степени кризис нам всем, тем, кто внедряет технологии, помогает. Потому что, если раньше все не считали деньги и разбрасываясь сейчас, люди считают деньги, а технологии помогают повысить эффективность бизнеса. Это реально экономия. Это реально выгода для любого бизнеса. И вот, как мы все говорим, надо экономить не на IT, а с помощью IT. И, соответственно, вот этот принцип дает нам возможность увеличения. Но в этом надо, конечно, клиентов тоже учить. Это тоже очень важно. Второе, кстати говоря, очень правильно было сказано. Появляются новые бизнес-модели. Это действительно очень важно. И я думаю, что все еще впереди. Вот мы говорим там про Uber, про цифровую экономику, про новые форматы. Я думаю, что все только еще начинается. Через какое-то время будет за счет новых технологий, за счет новых решений будут совершенно новые бизнесы, которые будут занимать новые ниши. И мир будет меняться еще быстрее. Наконец, это возможность нашего личного тайм-менеджмента. Кто-то сказал, что тот, кто организован, вы хорошо сказали, да? Лидер – это хорошо организованный человек. Я вам раскрою свой секрет. У меня мой личный тайм-менеджмент был одним из главных таких секретов успеха. Когда я еще был совсем молодым студентом, тогда меня научил мой дядя записывать, что я делаю каждый день, подводить итоги недели, например. И с тех пор я только оттачивал в какой-то степени такое мастерство тайм-менеджмента. Сейчас мой стандартный график, я провожу в день 10 встреч. Они заранее подготовлены, хорошо спланированы. Они, каждая из встреч, имеет четкую цель, зачем я встречаюсь, имеет четкий временной график. Все друг за другом очень хорошо простроено по логистике. Я стараюсь не терять время на пробке, хотя перемещаюсь, естественно, много по городу. Но я успеваю сделать свои 10 встреч. Я успеваю посетить, например, в данном случае мои бизнесы, мои клубы. Я успеваю потренироваться. Я успеваю провести время с семьей. И это, на самом деле, именно от того, как ты построил свой график. А технология в этом помогает. Потому что, конечно, все электронно. Конечно, все расписания у тебя электронные, ты его активно ведешь. Это реально позволяет сделать успеть много. Ну и, наконец, технология – это ваше конкурентное преимущество. Тоже раскрою вам секрет. Сейчас в ворд-классе я делаю акцент на новые технологии. И хочу, чтобы это было нашим конкурентным преимуществом. То, как клиент может записаться онлайн на тренировку. Каким мобильным приложением он может использовать. Как он может оплатить. Это наше реальное преимущество. И более того, мы даже хотим использовать это и в нашей франчайзинговой программе. То есть IT – это конкурентное преимущество. Компании, технологии нам в этом очень помогают. Приведу пример той же бизнес-модели, которую мы обсуждали много лет в Майкрософте. Я работал президентом Майкрософта в России 6 лет. После этого вице-президентом по Восточной Европе. В общем, на примере Майкрософта мы тоже видим, как меняется рынок. И мне кажется, очень хорошее и важно здесь сделать выбор, что если компания следит за этим изменением, и мы как лидеры, мы как руководители следим за этим, мы можем, или специалисты, мы можем попасть в этот правильный тренд, как, например, вот этот переход к облачным технологиям. Я уверен, что если Майкрософт вовремя не сделал этот переход к облачным технологиям, сейчас это было в два раза меньше компания по капитализации и так далее. Сейчас это растущая компания, и в общем у компаний большие перспективы. Но надо вовремя успеть, вовремя сделать правильный вывод и вложение. Некоторые принципы, которые для себя я сделал, работая в Майкрософт, потому что это другой тоже уровень знаний, компаний, и в общем-то тоже было очень полезно проработать там длительное время. Первый принцип – постоянное развитие. Друзья, если мы встали с вами на путь менеджмента, лидерства или какого-то, вы хотите стать серьезным специалистом в области IT, технологий – постоянное развитие. Это обязательно сегодня для всех. Тот, кто не развивается, тот будет проигрывать. Второй принцип, к которому я пришел, такой принцип executive maturity – зрелости, управленческой зрелости. Мы все в бизнесе очень много времени тратим на различные конфликты, межличностные проблемы и так далее. Вот давайте задам вам вопрос. У вас в вашем бизнесе есть какие-то враги? Вот в ваших компаниях, в которых вы работаете, в каких-то смежных есть, да? Вот я вам скажу так. Я тоже много лет так же работал, у меня были враги. Вот, например, финансовый директор когда-то был моим врагом. Я был вот в Билайне коммерческий директор, а был такой финансовый директор. Явно у нас были конфликты, мы с ним прямо вот на работу не хотелось идти, потому что там вот опять какая-то будет гадость и какой-то конфликт. Со временем я пришел к выводу, что мы очень много времени тратим на вот эти конфликтные ситуации. Более того, в какой-то степени мы сами ошибаемся, когда считаем, что люди наши враги. По-хорошему, в любой компании все находятся в одной лодке. Как правило, цели у всех близки. Все хотят, чтобы компания росла, все хотят, чтобы компания была прибыльной, все хотят, чтобы у менеджмента были бонусы и так далее. То же самое в ваших бизнесах. Вряд ли кто-то хочет сознательно вам вреда. То же самое, кстати говоря, и в личной жизни. Вряд ли кто-то хочет вам там насолить, чтобы вам было плохо и так далее. Как правило, эти вопросы от недопонимания. Поэтому вот это здесь управленческая зрелость, когда ты можешь договариваться, искать компромиссы, отстаивать свою позицию без конфликта, приходить к тому решению, к нужному решению без спора и там драки, конфликта. А спокойно, конструктивно в этом, конечно, в этом можно развиваться. Ну и для этого есть много принципов. Как, например, один. Не переходить на личности. Допустим, ты обсуждаешь деловые вопросы, не переходишь на личность. Или, например, ты начинаешь с вопросов, а не сразу отстаиваешь свою точку зрения. Этими вопросами ты можешь подвести собеседника к твоей точке зрения и найти правильное решение. Ну и много других принципов. Об этом можно, конечно, долго говорить. Но вот этот executive maturity – это очень важный принцип. Номер три. Корпоративный подход. Вот у нас, конечно, в России много всего связано с левыми бизнесами, какими-то дополнительными откатами и так далее. Вы получаете откаты, друзья? Нет? Вот я пришел к тому, что не хотел вот с самого начала получать откаты, работать в каких-то левых бизнесах. Я работаю на компанию. Пришел работать в компанию. Я работаю хорошо. Ну и, в общем, был очень доволен, потому что мне все время платили больше зарплату. Ну и, в общем, корпоративность, она окупается. Вам тоже советую работать честно или в своем бизнесе его развивать, или на компанию. В общем, в конечном итоге это окупается. Принцип номер три – self-critical. Вообще быть самокритичным – это прекрасная ценность Microsoft. Я им тоже с вами делюсь, я лично для себя его прочувствовал и вам это желаю. Быть самокритичным – очень полезно. Мы иногда часто начинаем почивать на лапу. О, какие мы крутые, мы добились первого успеха в своем бизнесе, нас назначили на какую-то оппозицию. Никогда нельзя останавливаться. Вот у нас были такие прекрасные медиа-ревью в Microsoft. И там, даже если ты перевыполнил все свои показатели, даже у тебя здесь все замечательно, ты все равно должен написать пять пунктов, по которым ты хорошо добиваешься результатов, и семь пунктов, где у тебя зона развития. Если ты этого не делаешь, ну там тебя будут очень долго мучить, и все равно найдут, где эти семь пунктов, по которым тебе надо улучшаться. Точно так же и в бизнесе. Потому что в бизнесе, в жизни все относительно. Если ты сегодня успешен, это тоже относительно, по сравнению с кем ты успешен, еще есть более успешные люди. И самое главное, что если ты здесь расслабился, начинаешь почивать на лаврах, то рано или поздно тебя в этой конкурентной борьбе обыграют. Поэтому быть самокритичным, быть дисциплинированным, и тогда будет все получаться. Поговорим про мотивацию. И вот тут хотел бы рассказать свою историю ворд-класса. Она тоже для меня интересная. Кстати говоря, многие у меня задавали вопрос, как же так после технологичного мира, Microsoft, Beeline, я перешел ворд-класса. Мне кажется, это интересная история, и она как раз связана с мотивацией. Для меня некоторые вещи являлись всегда такими важными в моей жизни. Как раз когда я работал в Майкрософте и думал о своем следующем шаге, я подумал, что меня в этой жизни, что дает мне энергию, что делает меня счастливым в плане работы. Я пришел, что это всего несколько вещей. Во-первых, миссия. То, что ты делаешь. Вот, например, в ворд-классе у нас очень простая миссия. Мы помогаем людям быть здоровыми, красивыми и успешными. Вот мне нравится это делать. Это такое приятное дело, когда ты встаешь, идешь на работу, что ты делаешь, иногда поздно заканчиваешь. Но ты понимаешь, для чего ты это делаешь. Я думаю, в любой работе определить свою миссию, это очень важно. Потому что она не может быть, я просто зарабатываю деньги, или она не может быть, я делаю что-то вредное для людей. Конечно, она должна быть какой-то позитивной. Второе, это найти свое дело. Вот это тоже очень важно. Например, я, когда я работал на разных позициях, старался следить, что именно мне нравится в моей работе, что дает мне энергию, что позволяет мне радоваться понедельнику. Друзья, кто радуется вообще понедельнику из нас? Вот 20% из вас, это прекрасно, я поздравляю, вы нашли свое дело. 80% я думаю, что можно еще посмотреть, подумать. Но вот это, мне кажется, такой важный фактор, отследить. Потому что у меня тоже были этапы в моей карьере, когда я не радовался понедельнику. Я вот как раз это отследил, где ты идешь с большой радостью на работу, а где нет. И вот найти свое дело, отследить это и потом выбирать, и где-то, может быть, идти с какими-то даже потерями. Например, для меня, я в своей карьере три раза переходил на разные позиции с потерей зарплат. Три раза. И, кстати, вот в World Class я тоже в Microsoft зарабатывал побольше, особенно там были еще доходы в долларах. Это вообще сейчас очень модно. А получается, что ты делаешь какой-то переход, ты, может быть, даже где-то в чем-то теряешь, но ты становишься более счастливым, потому что это твое дело и твое направление, которое тебе очень нравится. Очень важный пункт. В здоровом теле здоровый дух. Раскрою вам секрет. Я очень с большим количеством людей общаюсь, с бизнесменами, менеджерами, топ-менеджерами, олигархами. Вот скажу откровенно. Я верю в то, что когда человек следит за собой, находится в хорошей форме, он добьется очень много. Согласны? Причем я даже не говорю о том, что надо обязательно идти в World Class. Пожалуйста, бегайте в парке, занимайтесь йогой, занимайтесь теннисом. То есть у каждого могут быть свои разные предпочтения. Но здоровый образ жизни – это очень важно. Встает вопрос, все говорят, «О, я перегружу, но у меня очень много работы, я не могу себе позволить». Ставьте в график. Я, например, первый, когда я тоже был перегруженным топ-менеджером и не мог с этим справиться, я ставил график. Семь часов иду в тренажерный зал, и все, после этого не мог никто изменить. Или, например, с коллегами ходил на йогу. Это была прекрасная часть прямо нашей жизни, когда мы вместе с коллегами шли, после работы занимались йогой, ну и потом уже как раз переждали пробки, уже спокойно ехали домой. Это очень важно. Энергии будет больше, и вы большего добьетесь. Ну и, наконец, последний пункт, он тоже очень важен – это гармония, гармония менеджера. Это вот этот баланс между тем, что ты делаешь – работа, семья, здоровье, общественные какие-то интересы. Вот когда у тебя это в гармонии, то ты становишься счастливым человеком. Друзья, поговорим про изменения. Вот очень хочется буквально коротко об этом сказать. Я верю в то, что для успешного лидерства нужно уметь меняться, работать в условиях изменений. Технологии нам помогают. Это реально наш инструмент. И, конечно, это тоже связано с мотивацией. Потому что если ты научился работать в условиях изменений, ты будешь мотивирован, у тебя все будет хорошо. Не научился, будешь только жаловаться на жизнь, на кризис, на правительство, на конкурентов. И вот это будет тебя очень демотивировать. Но к вам вопрос буквально короткий. Зачем меняться? Зачем? Суть нашей жизни. То есть мы живем, чтобы меняться. Чтобы вырасти. Вырасти духовно. Вот это женский подход. Но очень мудрый. Действительно. Суть нашей жизни, чтобы вырасти духовно. Я согласен. Через работу. Супер. Гениально. Соответствовать трендам. Очень хорошо. Стать лучше. Прекрасно. Супер. Очень хорошие комментарии. Буквально даю несколько своих. Первое. Это факт. Скорость изменений возрастает. Мы идем по экспоненте. И если 10 лет назад за год происходило столько изменений, сейчас происходит больше. И мы должны быть просто к этому адаптироваться, понимать и понимать, что это происходит. Второе. Я хочу раскрыть вам секрет про обман, к которому я пришел сам. Секрет заключается в том, что мы часто себя обманываем и мы говорим, что мы меняемся, а на самом деле ничего не происходит. Вот последите за собой, пожалуйста. Потому что я вам привожу пример. У меня был один из моих менеджеров, моих боссов. Я за ним следил. И он говорит, да, изменения. Мы все изменения. Прямо тренинги нам проводил про изменения. Сам не менялся никак. То есть вот, условно говоря, даже вот до мелочей. Не знаю, ходил в одном и том же пиджаке, например, каждый все время. Или, например, делал одно и то же. А когда мы говорим, что мы меняемся, надо посредить. Если ты меняешь, то должен быть открыт ко всему новому. Ты должен менять какие-то свои привычки. Ты должен не делать завтра то, что ты делал вчера. Если ты делаешь, то как же ты меняешь? Ты только себя обманываешь в этом. Поэтому здесь надо быть очень аккуратно. Я верю в то, что... Это очень важный принцип. Меняйся или проиграешь. Потому что в сегодняшнем мире изменения идут настолько быстро, что если ты меняешься, и ты можешь адаптироваться, то ты сможешь быть успешным в бизнесе. Да и, кстати говоря, то же самое касается своей личной жизни. Про это тоже можно говорить долго. Но вот буквально пару фраз вам скажу, что мне кажется, все наши проблемы, в том числе в личных отношениях, от разочарования нашими ожиданиями. Мы думаем, что он... Я думал, что он будет любить меня вечно. Не любит. Я думал, что кризис завтра закончится. Не заканчивается. Я ожидал, что мне поднимут завтра зарплату. Не подняли. И все. Если ты умеешь управлять этими ожиданиями, быть более гибким, то у тебя будет все хорошо. Чуть-чуть разлюбил. Найдем новый способ получить любви. Кризис не закончился. Найдем нишу, как можно в этом кризисе расти. Не подняли зарплату. Чуть-чуть подожмусь по затратам, но все равно куплю себе что-нибудь полезное. И так далее. То есть в этом мы сами можем быть гибкими. Но при этом то, что мы должны сохранять принципиальность, конечно, это важно. Вот такой принципиальный подход к делу. То есть быть гибким, но принципиальным. И тогда все у вас будет получаться. Ну и, наконец, последнее, что я хотел бы вам рекомендовать, говоря об изменении, потому что, ну, кто-то может сказать, хорошо, я это понял, я это принимаю, а как мне с этим справиться? Я предлагаю вам системный подход. Я, например, сам проходил это в разных компаниях. Где-то вы можете создать комитет по инновациям, новым продуктам, новым вещам. И этот комитет уже, допустим, ваших менеджеров будет стимулировать, думать об изменениях и запускать новые продукты. Где-то вы можете ввести какую-то позицию. Например, позицию директора, допустим, если это большая компания, менеджеры по инновациям, менеджерам по новым продуктам. И сам факт того, что этот человек появится, он будет уже системно вас заставлять думать об изменениях. Я вот тут полушуточный комментарий про пароль. Знаете, я, когда это все понял, я понял, что я сам-то тоже не меняюсь. И мне нужно помнить об этом все время. Я сделал себе пароль. Вот на компьютере. Вводишь пароль? У меня пароль связан с изменениями. Там, правда, еще день рождения моей любимой собаки, потому что никто не сможет его вычислить. Но по-хорошему он связан с изменениями. Я это сделал специально для себя, потому что каждый раз, когда заходишь в компьютер, вспомнить о том, что, а меняешься ли ты? А происходит изменение? Открыт ли ты к чему-то новому? Что ты вообще нового сделал за сегодняшний день? И это очень помогает. Поэтому меняйся или проиграешь. Ну и вам всем вопрос. Вы меняетесь. И, конечно, я очень верю в то, что у нас, у всех, у вас, у меня есть возможность изменения. И, конечно, лидерство в бизнесе и в вашей жизни, чего всем, конечно, и желаю. Спасибо. Спасибо, друзья. Николай Прянишников, генеральный директор компании World Class. Спасибо, Николай. Ну и по традиции, по традиции, небольшой блок вопросов и ответов, который вы можете задавать в нашем приложении Bittrex Conf. Я посмотрел, есть интересный вопрос от Ивана Крыма. Он спрашивает, какими повседневными, какими технологическими новинками вы пользуетесь вашей повседневной жизнью? Какими технологическими? Технологическими новинками вы пользуетесь вашей повседневной жизнью. В рутине, так сказать. В рутине. Это, конечно, активно пользуюсь смартфоном, активно пользуюсь компьютером и разными программами, в том числе для эффективности моей работы. Я пользуюсь, и мы создали очень хорошую корпоративную систему, которая дает мне возможность управлять бизнесом в любое время, из любого места. Я могу видеть продажу любого моего менеджера. Очень похоже на Bittrex 24. Вот, очень похоже, да. И, конечно, я пользуюсь разными такими гаджетами, которые мне помогают, например, отслеживать мои спортивные результаты. То есть у меня есть умные часы, браслет. Вот сейчас, например, после конференции я должен пробежать 10 километров и должен пробежать лучше, чем это сделал в прошлый раз. Не то, что я отсюда побегу, домой, конечно. Нет, я все-таки доеду. Это было бы здорово. Кстати, у меня, в принципе, все есть в машине. Так что, в принципе, могу и побежать. Как вариант. Как вариант, да. Но тут МКАД немножко пересекать не очень. Можете потерять спикера вообще. Но, в общем, побегу, измерю. Расскажу своему тренеру, за сколько, какие у меня параметры. Там тоже это делать надо правильно, оказывается. Так что вот такими современными устройствами пользуюсь. Так что стараюсь быть технологичным. Но при этом за технологиями и не уйти от личной жизни. Потому что, в общем, я тоже люблю личное общение. И, к Сайгаре, и с сотрудниками, и с родными. В общем, это тоже важно. Спасибо. И от меня еще возник такой вопрос. Вы много говорили о ваших принципах, которые формировались на протяжении всей вашей жизни. Вы можете назвать сейчас принцип, в котором вы сомневались до самого конца. И, может быть, много раз он вас не выручал. А в итоге он стал тем принципом, который вы закрепили за собой навсегда. Вот, честно говоря, когда я говорил про изменения, это тоже был всегда для меня принцип такой неочевидный. Потому что, казалось бы, вроде надо, но мы все консервативные, мы все не меняемся. Как это отразится на нашей жизни? Может быть, наоборот, следовать каким-то правилам и догмам, это хорошо. Вот я пришел к выводу, что нет. Я намерен меняться, более того, я намерен этот принцип с собой сохранить всю жизнь. И, в общем, мне кажется, это правильно. Может, еще один, второй, который я здесь назову, принцип о нем я не говорил, но до которого я дошел буквально тоже не так уж давно. Такой принцип счастья в труде. И тоже вот им поделюсь. Я вот пришел к выводу, что я буду работать до 90 лет. Буду стараться. Во-первых, надо заниматься спортом, чтобы дожить до этого. Но мой план – работать до 90, жить до 100 лет, работать до 90. У меня, кстати говоря, дедушка так работал. Почему? Причем многие люди на моих позициях, топ-менеджеры, они как раз обратно придерживаются логики. Надо заработать, а потом просто жить, отдыхать и так далее. Я вот не думаю, что это неправильно. Мне кажется, когда ты концентрируешься на своей работе, у тебя сразу появляется несколько преимуществ. Первое. Если ты много работаешь, у тебя получается, потому что по-другому не бывает. Если ты работаешь, 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 рано или поздно получится. Чуть лучше, чуть хуже, это все равно у тебя получится. Второе. Тебе это доставляет удовольствие, потому что если ты делаешь свое дело хорошо, это потом полный кайф. И, наконец, третье. После хорошей работы можно хорошо и расслабиться. И это тоже очень круто. Если ты не работал, отчего расслабляться? А так, очень здорово, можно расслабиться, отдохнуть. Поэтому вот счастье в труде тоже очень интересный принцип. Спасибо огромное. Друзья, Николай Прянишников, генеральный директор компании WorldBuds. Спасибо.